Сочницы с честью выполнили свой долг во время войны. И особенно, когда Сочи лечил больных людей, отправлял фронт. Любой фронт должен иметь надежный тыл. Вот этот тыл как раз сочницы создали для войны. 60 тысяч населения было в Сочи в то время, но 60 тысяч населения сумели и защитить свой город, и дать полмиллиона людей снова на фронт отправили. В районных организациях рассмотрели этот вопрос. Рассмотрели буквально на днях в городском совете, и все люди выступали единодушно о том, поддерживали о том, чтобы городу Сочи присвоить город воинской славы. Это было бы справедливо и правильно. Мы все говорим, оружие делало Тула. Да, но Сочи тоже делало оружие, и оружие очень серьезное. То есть, грубо говоря, наладить производство в курортном городе на базе санатория Кавказской ривьера, производство горных катюш и их разработку, которые проводились под руководством военного инженера Алферова. Понимаете, это очень серьезное дело. Чем выше в горы, тем сложнее воевать. То есть, сочинская линия фронта держала оборону против отборных сил фашистской Германии. Ведь это были подразделения Эдельвейса. Это горный спецназ. Постоянные налеты на Большой Сочи, бомбардировки и на Шахе, и на Аше. Да, количество бомбардировок было много. То есть, у нас на подходах к городу, вот буквально на ближайших высотах, стояли зенитные точки именно на горах, чтобы достать на подлете вражескую авиацию. Вот в этот момент все батальоны 20-й горно-стрелковой дивизии были обескровлены. А в городе призывать было просто уже некого. Все мужчины призывного возраста были на фронте. И тогда призвали 120 мальчишек, которых, по-хорошему говоря, по закону, призывать-то было нельзя, им не исполнилось 18 лет. Но мэр нашего города, Алексей Федорович Белоуз, принял такое решение. В общем, комитет обороны поддержал его, который в нашем городе. 120 мальчиков взяли в руки оружие и отправились на перевалы в район Красной Поляны. И вот из этих 120 человек погибли все. Один остался в живых, Геннадий Максимов, который рассказал всю эту историю, уже отвоевав, пройдя всю войну. Все должны знать, что наши подвиги, не только работа в тылу, это и работа большая, это большая битва на фронте. Это дает дополнительный импулс для тех, которые не знают, что это такое, как это. Ведь не во всех семьях идет воспитание культурное, к сожалению. Не все знают, как это было и почему. И тот факт, что наш город будет признан городом воинской славы, дает еще большую ответственность и понимание для того, чтобы воспитывать это в новом поколении. От себя могу сказать, что мы постоянно проводим мероприятия патриотические. Конечно, это все больше для того, чтобы информировать ребят. Но на самом деле цель стоит совсем другая. Чтобы они внутри понимали, чем они должны гордиться, и в какой стране они живут, и благодаря кому.